Детский канал 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 речь, да, с детьми Индиго. Вообще, они как раз, ну, сам термин, он пошел, я думаю, что многие знают, от экстрасенса, известного экстрасенса американского, Нэнси Энтеп. И она как бы, ну, вот как человек, обладающий там третьим глазом, да, видением третьего глаза, она ну, как бы увидела, что в детях вот присутствует в ауре Индиго. Ну, я надо сказать, когда слово аура и перекошенные научные физиономии, мне очень смешно, потому что термин совершенно научный. Как известно, эффект Кириллиана, это эффект Кириллиана с невероятно интересной историей. То есть супруги Кириллианы, они на югах страны жили, тогда Советского Союза, они открыли, они сняли высокочастотную фотографию. Еще во времена Советского Союза, там я уже не помню, техника молодежи, что-то печатали, ауру руки, ну, вот перелом Ахарламов был, Петров, Балдорес, вот я помню их три, так сказать, ауры, и вот показывали, что там, где вот у кого-то там из этих хоккеистов был перелом на руке, там даже свечение было поменьше. Вот. Кстати, интересно, что они открыли, но в силу, опять же, этого не может быть, потому что этого не может быть. Это любимая фраза научных, и я их не читаю от науки людей, потому что люди от науки, они экспериментаторы, да, им нужно доказательства. И мне лично это импонирует, когда критикуют, когда должны посмотреть, вот, ну, не просто, так сказать, на веру глотать. Вот. Но не приняли их. А после войны, уже, наверное, 46-й, 47-й год, там, надо посмотреть по дате, когда это было зарегистрировано, контрразведка Советского Союза узнала, что приехали в Москву, там, несколько человек, у которых задача была разведчики, вот, как бы, выкупить вот это изобретение, высокочастотные фотографии у супругов Кириллиана. И пока их там тянули, ну, там, они получали разрешение, значит, ездить по Союзу, и пока их тянули, раз, и за эти два дня оформили патент на это. Так вот, это не миф. Это абсолютно, извините, вещь обычная. И высокочастотная фотография, доказанная, то есть, ну, если научный товарищ не верит, просто он мало что читает, мало что знает, и пора из своего кабинета куда-нибудь выходить, хотя бы в интернет прогуляться, хотя бы что-то узнать. Вот, поэтому аура существует, и вот она увидела это и Индиго. И в целом, ну, нужно сказать, я думаю, вот вы как все-таки преподаватели со стажем, и думаю, опытны, потому что вот мы говорили, да, и вы сказали, что у вас 35 детей, это фантастика, потому что у нас еле с 15 справляются, да, вот один воспитатель, а то и два, там, еще, понятно, помощница, и вот на такое количество. Конечно, это отдельный талант, отдельный, ну, я считаю, призвание. Вот, и поэтому мы очень благодарны, что такие люди есть, как вы. Вот, и действительно, не просто вы нас разгружаете по времени, что скинули на вас ответственность ребенка, а что как раз благодаря таким людям наши дети, вот пока мы тоже чем-то занимаемся, они тоже познают этот мир, они раскрывают свои таланты, они общаются между собой, между друг другом. То есть, происходят очень важные навыки, которые вот дальше, и будет, кстати, я думаю, исследование, обязательно будут, вот дети, которые, значит, ходили в детский садик, их коммуникабельность, и так далее в жизни, их дети, которые не ходили, которые только дома, с бабушкой, мамой, вот только родственники, то есть, понятно, у всего есть плюсы и минусы, но и разница, конечно, тоже есть. И вот, конечно, я думаю, вы тоже чувствуете, что вот отличаются, конечно, дети, они другие, разные, и мы вот этих вещей коснемся. Вот, чтобы мы потом дальше не говорили об индиге, ну, мы должны тоже говорить пока на данный момент правду, что, ну, скажем, мир, то есть, слишком злоупотребили этим термином. То есть, а просторечие, в общем, психологи стали на это очень хорошо зарабатывать. Потому что, ну, всегда же есть проблемы с образованием у ребенка, с воспитанием, всегда эгоизм родителей, ну, мой, ха-ха-ха, мой ребенок, ха-ха, мой ребенок. Вот, и когда, говорит, ваш ребенок индига, и к нему нужно отдельно, ну, тут родитель готов все выложить, да, поэтому этим очень хорошо пользовались. И делали индивидуальное воспитание, индивидуальное образование этим детям. Это стоило очень дорого, потому что это круто, это элитарно. Элитарно. Но они тоже, ну, как это всегда, и тут Остапа понесло. Психологов тоже понесло, потому что они стали приписывать, хотя, ну, все-таки они люди, ну, как бы, вроде должны быть практичны, но они стали говорить, что кровь отличается, то-то, то-то. Ну, вот мне кажется, что таким решающим фактором был анализ крови. И тогда вот ученые, тут они молодцы, они говорят, хорошо, мы вам дадим вот анализы крови. Раз они отличаются, то вы должны сказать, вот этот ребенок индига, а эти вот пусть пока в детский садик ходят. Не смогли, не было таких факторов. Да, доказательств не было. И на этом, поскольку еще на этом делалась очень большая волна, единственное, надо сказать, был хороший плюс, и мы тоже, наверное, этой теме посвятим, если не сегодня, у нас, в ближайшем будущем в выпусках, потому что то, что взрослым непонятно, они пытаются как-то это определить, соотнести, классифицировать и как-то с этим управляться. То есть вот с ребенком не удается управляться, значит, психиатр должен помочь. И вот психиатрия, она слишком стала играть, мы чуть позже поговорим. Но возвращаясь детям индига, на самом деле, дети действительно очень, все имеют свой талант. В этом есть прелесть гороскопа. Но, понимаете, для этого, да, то есть хотя бы чуть-чуть надо интересоваться. И еще раз, таланты есть у каждого человека. У него есть свое предназначение, у него есть свои таланты, способности, с которыми он пришел. Это инструменты, с которыми он будет решать также и проблемы, с которыми он пришел. Тоже из другой жизни у него тоже есть свои проблемы, и он будет уже с детства, с детсадика натыкаться на эти проблемы, и будет решать. Вот дальше, насколько успешно, насколько конфликтно, насколько он себя будет разрушать, или других разрушать. Вот здесь играют как раз роль вот эти внешние факторы. Это вы, как воспитатель, это мы, как астрологи, которые могут родителям, не ребенку подсказать, а родителям подсказать. И вот это, наверное, такой важный фактор. Поэтому вот под детям индиго это ушло, поскольку вот не состоялось там, какие-то были, вот помимо крови, я сейчас уже не помню, но еще было несколько факторов, но в поведении, что, но видите, это вещи такие, ну, малопроверяемые, потому что, ну, они не признают авторитетов, они себе на уме, они там что-то еще, ну, там, ну, такой целый набор был каких-то качеств, там, я не знаю, за десяток, да, но эти качества, они, собственно говоря, когда объективно начинаешь смотреть, я думаю, что вы бы у себя в саду увидели у большинства детей, что вот эти качества присутствуют. Но меня поразило, когда я стал, ну, вот глубже искать, и я наткнулся, ну, тоже на анализ какого-то интернета, который упоминает интервью с вот этой Нэнси, где она говорит, очень интересную фразу, что, ну, к сожалению, уже к годам 12, то есть это к периоду полового созревания, только у 70% детей есть, сохранился цвет индиго. Это говорит о том, что вот как, вот эта избранность, которую культивировали психологи, что на самом деле она ничего не стоит, она присущ, этот цвет индиго, очевидно присущ, ну, большинству детей, то есть если к 11 годам, да, вот он присутствует, то понятно, что там в 3, в 5 лет, там намного больше этот процент. И я это еще говорю, потому что человек к половому созреванию очень многие вещи уходят, он перестраивается, организм, тонкие тела, и отсюда, так сказать, вот, ну, действительно глубокая перестройка происходит, и так называемые там способности, неспособности, но они действительно уходят, и человек как бы вот начинает свою такую уже более приземленную реальную жизнь. Вот, поэтому смело можно сказать, что наши дети, конечно, это дети особенные, и я как раз за это полностью, я также за то, что, ну, видите, сразу пропадает тщеславие, когда, а, мой индиго, а, а, и соседские индиго, и этот, ну, а, и вот сразу якобы ценность пропала, но это просто тщеславие взрослого, причем худшее тщеславие это болезнь, вот это психиатрическая болезнь, она может дойти до психиатрии, конечно, мы все самолюбивые, тщеславные, но вот здесь как раз переход, он очень незаметен, от как бы, который в рамках, и когда уже он становится патологическим, поэтому, вот, это, ну, такое, с чем я столкнулся, может, вы расскажете, что вот вы, какую информацию, что вы об этом думаете, по поводу детей индига? Ну, вы знаете, по поводу, именно со стороны воспитательной, и психологической, это с моей стороны, да, то здесь, конечно, больше склоняются к тому, что все-таки это не какой-то талантливый ребенок, а все-таки присуще, может быть, возможно, присуще какое-то расстройство, это связано с синдромом дефицита внимания, и гиперактивность, как бы с такой точки зрения медицина именно об этом говорит, что здесь все-таки возможна ситуация, которая нужна, потому что если на ранней стадии, вот, запустить эту ситуацию, что, может быть, реально ребенку нужна помощь психологическая, и родитель думает о том, что у него особенный ребенок, он индига, и тем самым мы замедляем диагностику, то есть мы ее в раннем возрасте не делаем, и поэтому ребенок, который действительно требует осознанного лечения, но не говорю им медикаментозно, я не говорю про это, я говорю про то, что в этой ситуации нужно научить родителей, как именно работать с детьми, у которых, потому что, да, вот эти считаются, как дети индига, они более талантливые в каких-то моментах, у них интеллект более развит, но поведенческие моменты у них очень-очень страдают, и вот этот момент, чтобы нам как раз вот эту грань сбалансировать, чтобы нам понять все-таки, что это человек, ребенок действительно талантливый, и у него просто тип характера такой, что он весь вот такой, как на шарнирах подвижный, но она в любом случае, нужно все-таки все равно взгляд со стороны, со стороны именно какого-то специалиста, может быть, невролога, который бы сказал, что да, это все нормально, это ничего страшного, это все пройдет, потому что в любом случае, если это все-таки какое-то расстройство, лучше его раньше увидеть, не питать надежды, что это индиго точно, вот что вот он у меня такой особенный, это воспитатели и преподаватели ничего не понимают в этом, а мой ребенок просто он такой, а вы ничего не понимаете, и можно вот на какую-то нереализованность ребенка свалить потом в итоге на как бы на преподавателей, которые с ним находились рядом, чтобы как бы снять с себя ответственность как родителям, и мы это тоже можем упустить, поэтому здесь тоже палка о двух концах, то есть это или действительно какое-то расстройство, потому что СДВГ, оно вот синдром дефицита внимания, с гиперактивностью, в принципе его можно лечить, кто-то говорит, что к восьмим годам оно уже как бы начинает проходить, кто говорит, что тоже вот вы сказали 70%, я читала, что 30% действительно уже чуть постарше становятся дети, и у них уходит этот вот синдром сам по себе, они учатся сами справляться с этой ситуацией, осознавая вот эту проблему, сами дети, и поэтому вот здесь я как бы тоже вот с одной стороны, да, возможно, что это действительно есть такой процент детей, которые, как вот говорится же, вот считают, вот во Франции таких детей называют тефлоновыми, в Англии детьми тысячелетия, а в России детьми света, то есть и разные, как сказать, гипотезы их появления, то есть кто-то говорит, что это космогенная какая-то природа появления этих детей, кто говорит техногенное, кто говорит не случайное появление, что значит не случайное появление, это как, знаете, когда вот перед войной рождалось, вот буквально за 20 лет до какой-то грандиозных сражений, рождалось больше детей, мальчиков именно вот этот период, и здесь вот тоже вот то, что не случайное появление, возможно, готовят нас к каким-то, что мы будем какие-то другие, впоследствии вот это, как бы запустили, можно сказать, хотят сделать новых людей, хотят сделать новую какую-то расу из людей, да, чтобы вот впоследствии именно такие дети и дальше, дети и взрослые будут дальше, то есть или вот техногенно, это то, что связано с компьютеризацией, то есть версий много, а какая из них реально существует, просто этот феномен научно не доказан, то есть или это дети индиго, или просто особенные дети, которым тоже нужна помощь, и в том числе психологическая, может быть, где-то нужна, потому что коррекция поведения, потому что поведение у нас в любом случае страдает в школе, потому что дети не могут найти общий язык со сверстниками, они себя же, правильно вы же сказали, что у них нет авторитета, что они считают себя самыми лучшими, потому что изначально мы родители, им это тоже в голову вбиваем, то, что дети индиго, значит, они особенные, и поэтому... Нет, даже без слова индиго, даже без слова, они особенные, ты вот такой, ты такой, то есть мы все время стимулируем эго своего ребенка, ты лучший, ты... Это факт. Да. Я вот единственный, чуть-чуть, если можно, свои три копейки, потому что коснулись нескольких тем, и мне кажется, они не так. Ну, конечно, вот еще раз слово научные, оно здесь, во всяком случае, в контексте, ну, как вы видите, индиго, оно сыграло и хорошую роль, и плохую роль. Ну, хорошую хотя бы в том, что, ну, как бы научные требуют какого-то подтверждения факта, то есть, ну, тем, помимо поведенческих вещей. Вот. А плохой то, что, как бы, ну, вообще слово псевдонаучный, вообще-то это сталинское слово. Я думаю, что когда вы искали псевдодоктор, псевдонаучный, это совершенно сталинский термин, и он был рожден для, определенно, как любой инструмент, как слово, оно имело свою характеристику и направлено. мне оно поэтому совсем не нравится, и в этом отношении я сразу понимаю терминологию, так говоря, ну, уничтожение, то есть, когда уже не аргументами, фактами, а когда так. Вы коснулись многих вещей, может быть, тоже отдельно, а мы и будем там, скорее всего, потом обязательно разворачивать. Первое, да, конечно, дефицит внимания, это отдельная вещь, и здесь вот как раз, наверное, тонкая грань, но я ее не вижу, вот понимаете как? Я понимаю, то есть, сейчас синдром, так сказать, гиперактивности ставят, ну, практически каждому второму ребенку. Я могу сразу сказать, овен, близнецы, стрельцы, водолеи, это сразу гиперактивные ребенки, дети вернее, и что с ними будет? Ну, психологи поговорят. Дай бог, что вот, если бы брались профессиональные психологи и дальше не двигали, но вы извините, по факту, все-таки, ну, Латвия, Запад, тоже берут, как бы, модели и образования, и медицины, и психологии Запада, да, это таблеточки. И, конечно, если сейчас ваш ребенок только что носился, бегал, а после таблеточки тихо сел и сидит и смотрит в потолок, то вам это нравится, это удобно, но, знаете, это, это жесточайший фашизм по отношению к своим детям. И, к сожалению, а теперь представьте, вот, мне, например, попадались дети, и не раз, здесь, в Риге, и в Ростове, когда был, дети, которые видят, они видят органы, они видят ауру, они видят какие-то вещи, не всегда, даже, может, для языка у нас ментально определенные, да, и это как вот окружение, и вот то, что я, это интересная вещь, что вот такой ребенок родился в советское время у одной известнейшей психолога, психолога Советского Союза, она не только психолог, разносторонний человек была, и она молодец, она не отдала психиатру своего ребенка, а она стала его учить, она его стала говорить, знаешь, вот то, что ты видишь, не все видят, и не всем это понятно, и всем будет казаться, что ты врешь, а ты не врешь, я тебе верю. Она научила его не все говорить то, что он видит, и в этом отношении я считаю, что это правильно, ну, она, человек науки, можете поверить, это человек науки, Если уже она не психолог, понятно, что психолог в советское время, сейчас там доктора наук это разные как бы грани и так далее, возможности, но для своего времени это человек более чем научный. Но такая ирония получается с людьми от науки, когда в их жизнь, в их врываются. И я хочу сказать, это вещи не единичные. И к сожалению, вот я еще раз, ну гиперактивность это вообще, это ну такой фашизм, именно психиатрический фашизм, потому что это неумение справляться, неумение вовлекать. На самом деле, ну как, вот вы же видите, я не знаю как у вас, но я вижу в большей степени, как родители мечтают о детях. Господи, особенно женщины. Ой, господи, вот в небо появляется это чудо. Ну, годик своей жизни отдала, там не греши, отдай это все ребенку. А потом вдруг выясняется куча всяких дел, но не до ребенка. Как вы говорите, тот самый, из него тоже рождается этот синдром внимания, дефицита внимания. То есть на все, казалось бы, ну вот надо с ним играть. Его надо просто, чтобы он вытряхнул свою энергию. Вот этот комок энергии, а вот гиперактивность. Вот я могу сказать совершенно четко, что дети, с которыми ходят, и вот там бабушка идет, понятно, она не будет носиться. Она выпускает, как в этот, вот туда, на ринг, на эту детскую площадку, они ползают иногда, подбегают, подстраховывают. Но этого безумно мало. Они должны бегать, носиться, догоняться, что-то ползут, где-то там мячик кидают. Вот так, когда этот ребенок в конце дня дойдет до дому, вот тогда посмотрим на его гиперактивность. А получается, что на самом деле наши недостатки, вот как раз этого внимания игры давать, а ребенку у него же вся эндокринная система бурлит. Он не может стоять, он бежит, посмотрите. Это мы, его игра, давай догоняй меня, это мы с вами идем, я сейчас побежал в другую, догоняйте меня. И назад прибежал. Это же эндокринная система, он ничего сделать не может. И ей нужно, она развивает его, толкает, он развивает мышечную систему, он познает этот мир. А мы ему, психиатру, слишком он активно познает эту жизнь. Ребята, даже к собакам, когда приходят, щенка советуют выбирать гиперактивного, который познает, потому что этот щенок со здоровой психикой вырастет, а не тот, который тихо забился в углу и очень удобен. Он удобен вам, но на самом деле это ненормально, ребенок должен быть активным. А вот теперь я чуть-чуть соглашусь, в чем с вами? Конечно, есть, особенно сейчас, я думаю, тут и с качеством еды связано, с невротическим состоянием взрослых. Это тоже сказывается на детях и на беременности, когда женщина, вы извините, вообще же нет культуры. То есть, ребенок, не ребенок, а мама, она же рядом не доходит, что все, что она слушает, думает, воспринимает, читает, говорит, это также энергетически, вибрационно передается ее плоду. У меня немало как астрологов случаев было, когда дети, вот была, атеист полный. Да, она помнила песню, которую папа пел. Как выяснилось, папа пел только, когда она была в утробе, мама была беременная. Он ей напевал эту песенку. Когда она родилась, он никогда ей не пел. И когда она сказала папе, папа был в шоке, как ты не могла, ты была в утробе. Поэтому вот я к тому, что мы иногда очень много заделов, к сожалению, спускаем. Я извиняюсь, вы хотите сказать, да, да, Маргарита, да, вот, да, я просто хотел, вы коснулись, понимаете, мы успеваем, конечно, коснуться. Может быть, это и хорошо, потому что, ну, наши зрители тоже есть о чем задуматься, тоже чуть-чуть оглядеться, посмотреть, да, потому что тут, ну, мы не будем задавливать там своими идеями, аргументацией. Жизнь многообразна. И вот мы все-таки на эзотерическом канале, да, и мы подразумеваем, что вот ребенок, человек рождается не один раз, что он приходит. Он уже приходит не просто с кармой, с характером каким-то. То есть он еще пока не виден, но, кстати, с первых дней там какие-то вещи, уже определенные черты появляются. А в три годика уже можно спокойно увидеть костяк того психотипа, характера, который есть у человека. И, кстати, астрология как раз в этом, мне кажется, она может и очень здорово помочь. Вот если рыба по знаку такая гиперактивная все время, вот я бы тогда, может быть, тогда к психологу направил. А если близнец носится, да, ну, просто его выделить какое-то пространство, лазалок, ползалок, мечей и так далее, и чтобы он там полностью вытряхивал свою энергию, познавал эту жизнь. То есть вот здесь индивидуальный подход, да, не такой вот общий, что вот ребенок должен быть такой. А это действительно индивидуальный, и изучая психотип, да, мы же видим, вы же тоже наверняка видите детей таких более в себе, спокойных он там, да, какие-то более активные. Он заберет у кого-то там игрушку, да, ему надо сказать, что, ну, знаешь, вообще все хотят. И вот момент, который вы затронули, он обалденный, мы тоже обязательно его коснемся, и с точки зрения гороскопа, это адаптация. Что адаптация, да, какой бы ребенок ни был, он индивидуальность, он яркость, космическая, вот можете появиться, он уже космическая яркость. Вот не надо и с промышленностью, и с инопланетянами, и с вами, то есть он вот эта квинтэценция вот нашего времени. И вот как раз ему, вот этому удивительному существу, и надо дать возможность, не ломая себя, но и не ломая других, научиться общаться с внешним миром. И в этом, кстати, залог карьеры, успеха и многих других вещей, и даже счастливой семейной жизни. Потому что именно как мы общаемся, разве в семейной жизни мы не общаемся? Если мужчина, женщина, муж, жена не могут договориться, то вообще сесть и поговорить. Ну, у них прекрасный секс, все, они вместе обожают большой теннис. Но этого безумно мало. Они не выдержат. И многие семьи, вот если бы тестировали психологи, а астрологи это делают, они говорят, ребята, вот ваши сильные стороны, а вот ваши слабые стороны. Если вы хотите быть вместе, уделите это вот этим слабым сторонам. И также, кстати, с детьми астрология позволяет увидеть, что вот с одним, вот психотип ребенка с отцом так, а с матерью так. Там, допустим, с отцом, это не просто пример, нет, как раз с отцом, например, может быть, он больше его слышит, понимает слова. А с матерью, как раз, может, больше какие-то такие тактильные вещества, она его там обняла. Хотя может все наоборот быть. То есть это очень индивидуально. И вот эта вещь, язык понимания. Сначала он выстраивает модель поведения в своей семье. Потом в детском садике, в школе. Правильно, да, да, да. Потому что все наше поведение, везде мы его копируют дети. Дети, правильно. Я думаю, в детском садике вы тем более это видите, когда они играют в пап-мам, врачей, зубных врачей. Открой свой рот там. Так же самое все это мы проходили. И так же там ездил там с машинкой по песочнице, выруливал, заруливал, загружал. Мы копировали, это правда. И это правильный, это тоже метод познания, кстати, очень эффективный, копирование. Просто у нас есть и другие методы, но это один из неплохих познаний, как раз, который позволяет нам основные навыки. Как и у животных, они тоже копируются. И в этом у нас больше их. Мы даже этот слабо используем. Забываем, что ребенок-то нас копирует. Он наш будет копия. А потом мы будем воевать. Да, да, да. И в первую очередь мы должны как раз, вот мы тоже уже это говорили, я тоже на передачах, что мы должны начинать не именно с ребенка его воспитывать, мы должны посмотреть, как мы живем сами родители, какой мы пример даем нашему ребенку. Он видит, что от нас. Поэтому и даже вот в этом смысле «Дети Индиго» вот то же самое говорится о том, что нужно посмотреть на себя. И потому что ребенок в любом случае несет вот даже в общество то, что он неуправляем. Какие-то моменты такие вот с поведением связаны. Это может быть то, что он несет это из дома. То есть так общаются, так себя ведут. И он считает, что он вправ, потому что для него же авторитет родители. Конечно. И поэтому он себя так ведет, значит, это доступно, допустимо. Да. А родители раздражает. Как раз когда дети копируют их же самих, у них просто, так сказать, это бешеное раздражение возникает. Потому что вот то, что у нас это доказаны тоже вещи у психологов, что когда человек раздражается, вы чем-то недовольны, то, скорее всего, у вас это есть. И поэтому человек эти вещи просто скрывает. А мы в дети вкладываем, и они вот, это проросло. Особенно это становится очевидным в подростковый период. Когда уже происходит смена, знаете, как вот змея скидывает шкурку, вот скидывает, ведь колоссально. Ну, потом наверняка, я думаю, там можно будет коснуться, но это уже потом. Мы сейчас вот пока ближе к вашему возрасту, к вашим детям. Но этого тоже, наверное, потом коснемся, поговорим. Вот. Ну, у меня пока, я смотрю, наше время как-то вот быстро пролетает. Мы тогда на этом, наверное, будем заканчивать. И тогда уже продолжим, потому что мы, собственно говоря, начинаем тему. Но они могут по-разному, это все равно о нас, о наших детях тема, как бы они ни называли. Да. В любом случае, мы, может быть, когда-то и докажется этот феномен уже с научной точки зрения. Может, кстати, это может, но сейчас просто серединка на половине. Одна из теорий, из гипотез, которая, по истечении которого произошли вот эти дети, появились, да? Может быть, какая-то из этих гипотез будет доказана. То есть все возможно, что все увидим, надеюсь. Нет, я вообще считаю, что дети, да, приходят, это вот поколение, оно как бы на ступеньку выше. Оно задает тональности по ценностям, по культуре, по всему. И как раз почему и говорят, что посмотрите на детский сад, на школу, образование, на учебники, и вы поймете будущее страны. Это абсолютно верно, это правильно. Поэтому, конечно, у детей миссия своя. И, может быть, вот с эзотерической точки зрения, мы могли бы тоже коснуться вот миссии детей, детей, как раз, да, не только в планетарном, а вот в семейной, в кармической группе. Но, наверное, это мы сделаем с вами тогда в следующий раз. Может быть, да. И все-таки все равно вот это, помните, вот вы сегодня затронули момент такой, что кто-то отправляет в детский сад для того, чтобы коммуникацию какую-то приобрести ребенку. Потому что в любом случае вот сразу, нет, я, конечно, не отрицаю, кто-то, если склонен к обучению или нахождению до школы дома, я не призываю тому, что это вы не правы, у каждого своя точка зрения. Но вот в частности, перед школой, конечно, ребенок идет совершенно, даже вот когда ко мне дети приходили, вот мы уже прошли там у меня с младшей группой, я веду вот эту группу, да, младшая группа, средняя группа, старшая группа. И вот когда нам девочка у нас пришла в старшую же группу, то есть и она вот до сих пор, за весь год вот она практически не ходит, все время болеет, болеет, то есть и коммуникация, конечно, нарушена. В том плане, что вот она пойдет в школу, все равно вот эти моменты какие-то вот, вот как ребятки шутят даже, вот я понимаю, что вы можете научить там лепить, рисовать, считать, писать это все, читать, все это вы можете как родители обучить. Но вот как раз взаимодействовать со сверстниками, как раз вот потому что ребятки бывают, говорю вот еще раз, они шутят над своими сверстниками, и вот как раз неподготовленный ребенок идет в школу, а в школе гораздо жестче вот эти вот какие-то, может быть, умные моменты, может быть, какие-то замечания, и ребенок замыкается вот в таком вот школьном возрасте, он не преодолев вот это вот в детском саду, вот это вот, то, что это возможно, то, что тебя кто-то где-то осудит, кто-то тебе там ухмыльнется, засмеется над тобой, и ты среагируешь неправильно, ты замкнешься и уйдешь в себя, ты обидишься, не захочешь из-за вот этой вот, может быть, сказать мелочи, для нас уже это считается мелочью, потому что у нас уже дети, ну как, в детском саду они адаптируются к этим моментам, ко всем, то есть они социализированы, то есть они готовы к тому, чтобы... и реакции учителей, потому что мы воспитатели тоже по-своему тоже реагируем на все это, и вот, конечно же, еще самое главное, вот с точки зрения нас, педагогов, мы, конечно, обязаны просто находить подход к любому ребенку, то есть независимо, какие есть сложности, да, конечно, хорошо, когда все в группе, все в группе дети с отличным поведением, да, а есть дети, которым требуется больше внимания, то есть те дети, которые менее даже вот адаптированы, да, вот совсем другой подход, не под общую ребенку всех, вот так вот совсем одинаково, а именно вот находить подход к каждому, то есть посидеть с ним, поговорить, понять вообще, заглянуть в его глаза и посмотреть вообще, чем дышит ребенок, чем он увлекается, и вообще вот и застрять на нем внимание, потому что у меня вот это в практике тоже было и с моей дочерью, то есть совершенно по-другому, то есть и у меня вот, допустим, да, то есть как-то стараюсь, ну, может, то, что вот я, немножко страдает у меня, может быть, это, я очень добро отношусь ко всем детям, поэтому вот где-то вот в каких-то моментах вот думаешь, вот надо бы пожестче, а вот как-то вот, знаете, не всегда получается, потому что я очень люблю детей, вот, и, конечно, находим вот подходы именно к разному, к разному ребенку с разными и потребностями, и поведением, поэтому, чтобы не травмировать ребенка, уж все делаю для того, чтобы дети как можно дольше чувствовали себя детьми, хотя бы в детском саду, что все-таки это детство все-таки в любом случае, в школе там более жесткие правила, поэтому там они начнут более уже взрослеть. Кстати, вот вопрос к вам, но я на засыпку, я извиняюсь, что этот, но как вы считаете, вот, ну, 7 лет, вот сейчас школа, многие хотят в 6, чтобы раньше и так далее, вот вы как со своей стороны вы видите, в 6 лет готов ребенок, а в 5-6 лет к школьной жизни? У меня вот два буквально, ну, я не то, что прям два, но просто два совершенно расхожих мнений, то есть есть дети действительно готовые, ну, не в 6, в 6,5, вот более-менее так в 6,5, которые действительно готовы, но эти дети в основном готовы именно по знаниям, то есть они читать, писать, вот эти все вещи освоили, но поведение в этом возрасте все равно страдает, как ни крутите, не вот по поведению, дети в этом возрасте не готовы к школе. Ну, есть, конечно, тоже самые исключения, то есть на моем тоже вот примере у дочери в группе девочка, она пошла в 6, по-моему, ну, я не знаю, сколько, 6,5 ей было или как, то есть, ну, видно было девочку, что она, правда, и по поведению в том числе была готова. И то же самое у меня есть тоже в группе мальчик, который вот идет в 6,5, ну, как бы вот... Не, ну, исключения они всегда есть, это факт, да. Я просто со своей точки зрения, как астролог могу сказать, что я тоже с вами согласен, но у нас есть еще критерий планеты, есть такой критерий Сатурн. А Сатурн делает первый квадрат, вот вы правильно сказали, что в школе уже вещи, социализация, она жестче происходит. Там действительно, но какие-то вещи, которые нет вот так в обычном детском саду, и там даже речь идет, хотя некоторые пытались водить, кстати, в школе, там тихий час, еще что-то, ну, наподобие переходное. Но дело даже не в этом, а вот как раз то, что школа – это действительно уже такой социальный организм, структура. Ребенок попадает в эту структуру, он видит и старше-старше классников, он уже сталкивается с обществом таким. И, конечно, готовность. Здесь нужно быть… Мне очень понравилась ваша фраза, я подпишусь абсолютно под ней, что, ну, чаще всего, да, информационно на уровне чтения, счета и так далее уже опережают. Я бы даже сказал, там, смело во второй, иногда и в третий класс можно. А вот с точки зрения поведения, социализации, а вот здесь, к сожалению, так сказать, действительно не готовы. За редким исключением. Тут я тоже соглашусь, что нет правил без исключений. Но это все-таки исключения, а не правила. Да, да, да. Я вот готов, чтобы в семь часов… Ой, в семь часов. В семь лет минимум я вот за это. Даже вот есть в некоторых моментах, что лучше отдать чуть позже, потому что именно по поведению, психологически, ребенок еще не готов к школе. Он все знает, он много что знает, много по всем кружкам там везде ходит, но в школу именно вот не готов. Не по знаниям, а именно по поведению. Ну, согласен, согласен с вами. Ну что, мы тогда подходим к финиша. Как? Будем заканчивать. Я вот еще раз хочу предложить зрителям, чтобы, если вы смотрите, конечно, нам интересно, что вы думаете, что вас интересуют, какие темы, потому что с оккультной точки зрения вроде много, но на самом деле не так много разбираются, хотя бы пытаются исследовать. Мы не навязываем свои точки зрения, да, хотя у каждого из нас они есть, но именно исследуй, чтобы вы задумали, чтобы вы для себя находили свое правильное, разумное, адекватное решение. Поэтому можете смело вот прямо на Ютубе, на канале Сангейс Дети задавать свои вопросы, и мы, конечно, постараемся осветить их. Да, и если будут какие-то тоже вот именно вопросы, именно, может быть, пожелания какие-то, мы все это учтем, и будем дальше двигаться. Тоже темы разные, интересные темы хотим осветить, и вам, я уверена, будет с нами интересно. До свидания. До свидания. Хорошо.